друзья всем привет сегодняшнее мое видео будет посвящено обзору моей новой покупки я приобрел чудесную стайку волнистых попугайчиков молодежь взял но птица ослаблена по приезду домой один птенчик один попугайчик не доехал то есть он был настолько слаб но на выставке он себя не показал потому что на выставке было у нас 5 или где-то 6 часов утра птица была только достата из машины сидела в коробке плотненько но я подумал что малыши ничего страшного в общем по приезду домой один птенчик отошел и осталось у меня 9 птенчиков 9 птенчиков волнистых попугайчиков сегодня я с вами поделюсь своим опытом сейчас сделаем небольшой обзор вы посмотрите что за попугаи мне попались и я вам продемонстрирую как бы свою практику как я восстанавливаю слабых волнистых попугаев наверняка многие из вас сталкивались с тем что покупаете птицу в зоомагазине там или где-то на рынке птица слабая у птицы допустим помет неправильного неправильной консистенции и вы тогда уже начинаете там бить тревогу бегать по врачам принимать какие-то лекарства давать птицы я вот допустим хочу поделиться с вами своим опытом мой опыт заключается в том что восстанавливаю птицу без всяких лекарств без всяких антибиотиков есть волшебная трава сейчас как раз осень этой травы в достатке у нас трава называется птичий горец шпорыш трава мурава название имеет много эта трава сейчас я вам все по порядку продемонстрирую посмотрите а для тех это кстати речь пойдет о волнистых попугаях а для тех кто покупает карел и потом начинает карелы сохнуть худеть слабнуть и погибать сделаю следующее видео отдельно сниму эту сниму тему про карел попробую вам передать свой опыт который возможно вам принесет пользу так что в следующем видео смотрите будет специально про карел как помогать как восстанавливать слабых карел и так сегодня будем смотреть с вами волнистых друзья вот сейчас мы с вами рассмотрим волнистых вот они сидят сейчас только дождь прошел но я птицу убирал сейчас вот выставил на свежий воздух птица немножко соненькая вот на кормушке видите как они себя ведут обратите внимание немножко провисает крылья это тоже не хорошо птица слабенькая возможно какие-то воспаления внутри допустим там бывают почки воспалены и еще смогу немножко ошибиться но в общем давит когда он держит крылья ровно то мышцы спины давят на увеличенную печенку и птице получается дискомфортно когда он ослабляет крылья то давление на печень отсутствует и ему так удобно то есть возможно повреждена печень но это надо иметь квалифицированного ветеринара который мог бы с которой можно было посоветоваться но не всегда есть и не у всех есть доступ к ветеринарам поэтому друзья я поделюсь вами своим опытом я являюсь любителем птиц у меня нет ветеринарного образования но у меня есть интерес желание вот занимаюсь птичками на своем опыте на опыте своих коллег обмениваемся в общем что знаю сегодня вам покажу расскажу значит смотрите вот такие вот у меня волнистые есть он один хорошенький сидит в принципе в карантин не садит значит друзья обратите внимание на помет для того чтобы обратить внимание на помет вы просто подстилаете под дно клетки на дно клетки стелите чистый белый лист бумаги под жердочку у меня у меня сейчас нет такой возможности потому что здесь дно сетчато так надо стелить в общем суть в том что я решил эту партию птиц прокормить или как будет правильной пролечить травой и уже сегодня у нас 3 сентября и птица идет на поправку потому что 29 августа она тут шаталась падала сейчас вот видите кушает спят они спят они хорошо на жердочки вы видите проснулся уже тот проснулся здесь у нас что происходит видите перо немножко чуть надутая можно сделать еще глистов погонять я думаю не помешает это обязательно надо кстати новой птицы вот я еще подсыплю корма видите у них уже активность начинается они увидели что корм пришел один прибежал второй прибежал ну конечно бы хотелось чтобы они поактивнее были но птичка немножко слабенько в общем друзья обратите внимание вот так выглядит эта трава она бывает двух сортов вот я специально на своем участке отыскал два вида или два сорта но на самом деле это один и тот же сорт просто дело в том что смотрите как она выглядит вот видно хорошо да вот это называется птичий горец птичий горец шпорыш трава мурава вот так она выглядит птицы ее очень едят трава нормализует работу желудочно-кишечного вот этого тракта кишечник там чтобы не было снимает воспаление в общем останавливает поносы и дает очень большие силы трава обладает так а вот еще вы смотрите это же трава но выглядит вот так видите какая разница большая но это все то же самое просто вот это вот это растет у меня примерно на стелется ковром сейчас покажу пойдемте вот видите какое расстояние занимает это трава мурава и выглядит она тоненькая а там где трава это растет одним кустом там она жирнее сейчас покажу вот друзья видите здесь всего лишь пару кустиков вот и она у такая вот жирная а в основном здесь покошено и листики из-под сливы но это все то же самое одна и та же травка так что друзья в такие вот дела хочу сделать эксперимент ну и поделюсь с вами чем все кончится то есть будем лечить птицу природными средствами я делаю ставку на эту траву потому что трава обладает очень хорошей очень сильной живительной силой имеет ряд витаминов микроэлементов необходимых для существования птицы потому и называется птичий горец и эта трава в принципе растет в таких местах где не каждая трава сможет жить поэтому я надеюсь что эта травка передаст свою жизненную силу моим попугайчиком обратите внимание птенчики птенчики попугайчики у меня маленькие восковицы розовые возможно удастся кого-то приручить вот я им таким образом прям видите даю травку ну они прям не сразу и и клюют но кушают кушают сейчас они зерно покушают потом буду травку кушать вот к нам прилетел вот это самец видите как выглядит восковица малиновая это мальчики а восковица бледно голубовато белая это девочки тут в основном мальчики тут получится две две девочки и восемь семь мальчиков а вот видите сразу и начал травку кушать получается 29 сентября я привез эту птицу домой 30 31 1 2 я даю им все эти дни травку птичий горец и корм обычный корм который вы можете достать в любом зоомагазине там это может быть любая фирма главное чтоб состав входило просо овес и семечки вот этот который в кормушке мне кажется на сегодняшний день самый слабенький видите он прям кушает кушает но они не худые кстати когда будете выбирать себе пернатого питомца смотрите главное чтоб у него под хвостом где попка была чисто не загажена калом и чтобы была грудка не худая грудка это вот где киль ну грудка грудочка ну вот если сейчас видите попугай посредине сидит у него грудка зеленая животик желтенький вот так ориентируйтесь вот чтоб там было мяско а то бывает киль худой торчит как лезвие такие попугаи долго не живут в общем вот такая вот у меня появилась новая банда попугая если у кого-то возникнут вопросы вы скажете юра зачем ты купил такую стаю себе тебя же хороший волнистый ну друзья хочу вот попытаться попытаться хочу восстановить эту птицу сделать ее крепкой красивой хороший ну и заодно вы посмотрите как делать с плохой птицы хорошую в общем хочу помочь этой стайки я думаю все бы хорошо друзья подписывайтесь на канал продолжение следует до скорой встречи кстати школьников всех поздравляю с началом учебного года желаю хороших оценок всем пока школьников